Всем привет! Мы будем продолжать делать нашу игру и в этой части урока мы сделаем с вами смену оружия. Ну как вы видите у нас есть огнемёт и такая вот обычная пушка. И сегодня мы сделаем так, чтобы мы могли бы переключаться нормально между нашим огнемётом и нашей пушкой. Ну что ж, давайте начнём. Для этого нам надо будет добавить новую глобальную переменную. Новую глобальную переменную мы назовём оружие. Изначально у нас будет один. Теперь давайте перейдём в события и сделаем так, чтобы мы могли бы переключаться между нашими оружиями. Для этого мы перейдём в уровень для событий, где у нас события прописаны для наших пушек. Для начала определим глобальную переменную. Глобальную переменную мы определяем оружие. И у нас мы определяем глобальную переменную, если у нас она равна 1. Если глобальное переменное оружие равна 1, то у нас становится видимо пушка. То есть наш спрайт 6. Если глобальное переменное оружие равна 2, то у нас наш огнемёт становится видимым. А наша пушка становится невидимым. То есть можно вот отсюда перенести нашу пушку и сделать её невидимой. А сюда надо перенести наш огнемёт и сделать тоже невидимым. Так, теперь давайте сделаем так, чтобы мы могли бы изменить нашу глобальную переменную оружие. Для этого мы создадим такое событие. При нажатии кнопки 1 на клавиатуре. У нас глобальное переменное оружие становится 1. При нажатии кнопки 2 наше глобальное переменное оружие становится 2. И теперь давайте посмотрим, как это у нас всё будет выглядеть. Нажимаем на 1, у нас изменилось оружие. Нажимаем на 2, у нас изменилось оружие. Но мы продолжаем стрелять разными патронами. Но мы уже, можно сказать, сделали смену оружий. Теперь давайте сделаем так, чтобы мы не могли бы стрелять двумя оружиями одновременно. Для этого нам надо будет подставить наше событие, где мы стреляем, к нашему событию, где у нас определяется глобальная переменная. Допустим, у нас определяется глобальное переменное оружие. Когда у нас будет 2, то мы только тогда можем стрелять нашим огнемётом. И если у нас глобальная переменная 1, то только тогда мы можем стрелять нашей пушкой. Ну, давайте посмотрим. Вот, как вы видите, у нас всё правильно работает. Ну, думаю, я на этом урок закончу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok